Ассаляму алейкум, уважаемые телезрители! Мы рады вновь вас приветствовать и вы смотрите передачу по Душам. Сегодня мы поговорим с вами о взаимопонимании и взаимоуважении супругов. Почему так происходит, что семьи расходятся? Почему иногда мы друг друга не понимаем? И самое главное, что есть уважение? Об этом наша сегодняшняя программа. Оставайтесь с вами! Да, действительно, иногда в современных семьях происходят такие небольшие конфликты, связанные с уважением. Многие говорят «Почему он меня не уважает?» или «Почему она меня не уважает?» И в этом вопросе мы забываем об одной важной детали – «А что для нас уважение?» Давайте разберемся, что такое уважение. Подлинное уважение – не нейтральная позиция, а уважение в семье – это единство любви и уважения. И хотя эти понятия очень разные, они дополняют друг друга. Любовь без уважения превращается в неуправляемое чувство, которое лишает свободы и подчас может быть опасным, ведь нет вообще никаких границ. Без любви уважение лишается души и становится обычным соблюдением правил – формальностью. Более того, уважение всегда проявляется не только в словах, но и в делах, в заботе супруга друг о друге. Если жена затрудняется в чем-то – помогите ей. Если мужу нужна поддержка – поддержите его и так далее. Таким образом, уважение в семье – это не банальная вежливость, оно проявляется в отношении, в теплых словах, во внимании и знаках благодарности. С самого детского возраста у каждого человека формируется характер, формируется свое понимание этого мира и в том числе и уважение. Более того, это закрепляется еще и тем, что с детства, возможно, кто-то вашему супругу проявлял неуважение. И это у него, оказывается, сильно запоминается. К примеру, в детстве у мужа или у жены наверняка были моменты, когда кто-то к ним проявлял неуважение. Важно наблюдать за реакциями супруга и осторожно выяснять, что это была за ситуация, и постараться ее не повторять, и даже не упоминать этого слова, если вдруг это было связано с неуважительным словом. Одна из причин потери уважения – это неумение соблюдать территорию другого человека. Мы забываем иногда, что даже близкий и родной человек, который сейчас рядом, когда-то был незнакомым и чужим. Не воспринимаем его как отдельного человека со своими недостатками и достоинствами. Иногда мы не видим достоинств и замечаем недостатки. Поэтому важно замечать и отмечать достоинства ваших супругов. Поэтому крайне важно для начала узнать и, скажем так, исследовать, что важно для вашего супруга, что не важно, на что он сильно реагирует, на что он злится, что его радует и так далее. Таким образом вам будет уже понятнее, как реагировать и как общаться с вашим мужем. Многие женщины говорят, что все начинается из-за пустяка. Вроде какое-то пустяковое дело, а это разгорается в огромный большой конфликт. И это, оказывается, связано с так называемыми конфликтогенами. То есть есть какая-то больная тема, которая волнует вашего мужа или которая волнует вас. Ее лучше не затрагивать, оказывается, в общении. Больная тема или, скажем так, такая тема, разговор на которую причиняет сильные негативные переживания в душе у мужа или у жены – это не самый лучший способ общения. Если вы чувствуете, что ваш супруг духовно отдаляется от вас, не стоит сразу начинать с конфликтной темы. Лучше начать разговор с нейтральной темы, когда ваш супруг или супруга могли бы свободно выражать свое мнение и мысли. После чего потихоньку можно перейти на те вопросы, которые волнуют вас. При этом крайне важно говорить не о том, что ваш супруг в чем-то виноват, а о своих чувствах, что вы почувствовали при этом и так далее. И для этого было бы хорошо применить технику «Я-сообщение». Когда вместо слов «ты меня обидел», вы, к примеру, говорите «я почувствовала обиду». Вместо «ты сделал все неправильно», вы, к примеру, говорите «мне стало тревожно, когда я увидела это». Тогда ваш собеседник, не почувствовав давление, не станет психологически защищаться и услышит вас. Поймет, что с вами происходит и как следствие разговор должен удастся. Поэтому, использовав технику «Я-сообщение», вы легко сможете выразить свои чувства и мысли, не обидев собеседника. Вот интересно, правда, такой факт, что действительно непонятно, а что может тронуть, что может обидеть другого человека. Ведь понятие уважения очень тонкое. Для одного человека уважение – это вовремя поданный ужин, для другого человека уважение – это вежливый разговор, для третьего человека – это определенные подарки и так далее. То есть необходимо, оказывается, сначала разобраться. Ведь для вас уважение может быть одно, а для другого человека это может означать совершенно другое. Для этого мы предлагаем рассмотреть ряд универсальных пунктов в уважении, которые различны для мужчин и женщин. Признавать его достоинства, ум и способности. Признавать жену как отдельную и уникальную личность, как будто вы любите только ее. Уважительно относиться к его заслугам и достижениям. Признавать ее привлекательность и красоту. Уважительное обращение к мужчине – отсутствие презрительных и высокомерных оттенков в голосе. Для женщины важен правильный тон голоса, правильные и не задевающие формулировки. Уважение к личному пространству вашего мужа. Уважение к труду вашей жены. К ее действиям, направленным на создание комфортных условий в доме. Но что же делать, если вы почувствовали, что человек вас не уважает? Каким образом можно достичь уважения в его глазах? Подстройка под настроение человека – важная часть супружеской жизни. Так как если подстройки не будет, то ваш супруг будет чувствовать, как будто вы его не слышите и закроется сердцем. Как-то раз у одного мудреца спросили, почему люди кричат друг на друга. На что он ответил, потому что когда сердца людей отдаляются друг от друга, то они как будто не слышат друг друга. И поэтому кричат, чтобы услышали. А когда сердца людей близки друг другу, им не нужно много говорить, они понимают друг друга взглядом. А для того, чтобы сердца людей друг к другу приблизились, нужно начать с подстройки к настроению. Сердца человека друг к другу открывает Всевышний Аллах, а особенно в вопросах уважения. Таким образом, очень важно оказывается и со своей стороны создать такие причины, чтобы вас уважали. И в этом нам помогут, оказывается, слова уважения. Такие слова, которые приблизят других людей к вам. Внимание на экран. Дорогие телезрители, спасибо большое вам за ваши письма. У передачи «По душам» есть рубрика «Вопрос к психологу». На данный имейл и номер WhatsApp, который вы сейчас видите на экране, вы можете задать любой вопрос по психологии, который мы рассмотрим в нашей передаче. А к нам поступил еще один вопрос, давайте его рассмотрим. Здравствуйте, я не совсем понимаю свою сестру. Вроде все нормально, но она всегда говорит, что я ее не уважаю. Да, действительно, бывают такие случаи, когда нам непонятно, из-за чего она нас обижается. И в этот момент, оказывается, важно, в данном случае вашей сестре, дать возможность выговориться. Особенность женской психологии такова, что иногда нам нужно не только решение, а просто нужно высказать свое мнение, чтобы кто-либо нас внимательно послушал. И тогда женщины успокаиваются. Уважение имеет одну важную особенность. Ее дарует Всевышний Аллах. Поэтому очень важно поддерживать ее, но все же просить Аллаха ее установить в сердце вашего супруга. А с вами была передача «По душам». До новых встреч. Ассаляму алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok